Да, всем привет. Меня зовут Олег. Я senior front-end developer в компании Geodal Technologies Europe, и я расскажу вам немного про Angular библиотеки. Прежде всего я бы хотел добавить немножко контекста в моем выступлении, рассказать, с какой проблемой пришлось столкнуться моей команде и почему мы пришли к такому решению. Представьте, что есть огромное количество маленьких приложений, которые интегрированы с помощью iFrame в одну большую страшную админку своего рода набор микросервисов на клиенте. И стоит задача привести все это к общему виду, переписать данную технологию, обновить внешний вид и в принципе сделать его расширяемым и поддерживаемым. Собственно, мы решили взять первое приложение, переписать его на Angular и после этого дописывать в него дополнительные скрины из статок тоже приложений. Однако хотелось бы также иметь возможность на случай чего как-нибудь шарить код и сквозь проекта. То есть вдруг возникнет такая необходимость добавить новое приложение. Собственно, так мы и пришли к Angular библиотеке. К тому моменту у нас уже был готов проект. Мы настроили все конфиги, HTML hint, в том числе CSS lint, все эти вещи. И поэтому мы решили добавить библиотеку в качестве ведомого проекта в наш существующий репозиторий, чтобы унаследовать все конфиги. Поэтому в этом контексте я и буду вести свой доклад. Окей. Создаем приложение. Так. Две команды. Запускаем наш engine new webapp, указывая префикс. К тому же добавляем нашу библиотеку тоже внутрь. В нашем AngularJSON файле вы увидите в проекте два отдельных объекта. Получается, webapplication будет ведущим и библиотека ведома. Окей. Далее давайте добавим какой-нибудь простенький компонент для демонстации. Пускай это будет что-нибудь максимально элементарное, simple button. Не забудьте указать проект, иначе он будет добавлен в дефолтный. А мы хотим именно библиотеку. Отлично. После этого мы сделали нашу кнопку. По сути это просто будет имитать события при клике на эту кнопку. Ничего сложного. Как мне теперь поступить? У нас есть NGM common module. Это модуль нашей библиотеки. Туда мы декларируем, из него будем экспортировать нашу кнопку. И после этого самый простой способ проверить, что все работает как ожидается, это всего-навсего взять модуль моей библиотеки и напрямую вставить его в app-модуль, сделав таким образом нашу библиотеку частью главного проекта. После этого мы можем запустить и убедиться, что все работает классно. Окей. Первый шаг готов. Теперь, конечно же, мне хотелось бы убедиться, что кнопка работает идеально во всех кейсах, поэтому я покрываю ее юнит-тестами. Это будет, соответственно, карма и jasmin, потому что они тут по дефолту, и они тоже свое дело делают. Пишем самый простенький тест, шпионим за клик-эмиттером, проверяем, что он вызывается, когда мы дергаем наш метод. Окей. Тест готов. Как мне его запустить? Для этого всего лишь в пакетже и соне нашего проекта мы добавляем команду testlib, где запускаем lg-тест в контексте нашей библиотеки. Тесты работают. Все здорово. Следующий шаг. Вот мы написали тесты на библиотеку. Как мне теперь тестировать те места, где эта библиотека используется? Понятно, что я мог бы таким же образом в свой тест-бет заимпортить модуль, однако это было бы неправильно. В таком случае у нас были бы уже неполноценные юнит-тесты, больше похожие на интеграцию. Она бы хотела полностью абстрагироваться от зависимости, поэтому давайте напишем внутрь нашей кнопки, тестинг-папку создадим и в ней сделаем самый элементарный стаб. То есть в темплейте у нас будет обычная стака и мы просто будем эмулировать наши инпуты и аутпуты, те, что для этого требуется. После этого было бы неплохо сделать модуль для тестирования, наш тестинг-модуль, и этот модуль мы добавим таким же образом, как добавляли в обычный модуль нашу кнопку, сюда мы добавим наш стаб. Дело сделано. Теперь мы можем этот модуль импортировать внутрь, внутрь наших тестов, и они будут работать отлично, и все будет замокано. Окей. Мы подпитаемся максимально близко уже к работе с библиотекой полноценно. Что нам остается? У нас есть паблик-апи внутри библиотеки. По сути, это индекс, точка входа. Все, что мы хотим из библиотеки выкинуть, мы обязаны оттуда экспортировать. Нас интересуют два модуля для тестирования и для нашей основной с логикой, поэтому не забудем их добавить. После этого у нас есть внутри той же библиотеки package.json. По умолчанию его имя совпадает с именем нашего проекта. Но в Angular есть немножко другой стиль. Если вы обращали внимание на зависимости, по сути, они все пишутся, начинаются с собаки и слэшами разделяются все маленькие части. Поэтому давайте поступим так же, будем соблюдать этот стиль. Изменим ngm-common на такое. Отлично. Идем дальше. Осталось только все сбилдовать. Добавляем команду build.lib. Тоже запускаем ng-build в контексте библиотеки и получаем готовый в папке dist нашу сборочку, где есть все модули и необходимые метаданные. Круто. Все сбилдовалось. Что делаем дальше? У нас на проекте изначально был настроен артифектори для бинарников. Он отлично подходит для npm-регистра, но для демонстации я решил сделать что-нибудь максимально элементарное. Для этого у нас есть виддача. Мы можем его запустить. То есть ставим его глобально, запускаем. Он говорит, на каком хосте он у нас располагается. После этого мы в этот регистр добавляем нашего юзера, ставим регистр для npm, заходим и, собственно, все. Теперь мы можем в этот регистр паблишить любые свои пакеты. Чтобы это сделать, нам необходимо всего лишь перейти в папку, где у нас произошла сборка, то есть в dist, и запустить команду npm-publish. В случае, если вы все сделали правильно, вы увидите заветный плюсик. Все. По сути, мы уже на финале. Наше почти что финальное действие. Как вы помните, изначально мы нашу библиотеку для разработки и тестирования забирали напрямую, как будто на часть проекта. Теперь нам остается всего лишь забирать ее из node-модулей. Для этого, конечно же, нам необходимо ее установить. Она окажется в папке в файле package.json, и просто потом ее будем забирать из node-модулей. Собственно, таким образом я вам, надеюсь, продемонстрировал, что в библиотеках на Angular нет ничего сложного, но в то же время они позволяют вам еще более тонко управлять сложностью артитута на проекте и шарить код как про. Спасибо. Супер. Феноменальная точность по времени, по таймингу. Молодец, Олег. Пока, может быть, уже есть готовый вопрос. Есть готовый вопрос. Привет. Привет. На самом деле вопрос довольно простой, очевидный. Как дело обстоит с версионированием? Когда у вас появляются несколько потребителей вашей библиотеки, вам нужно поддерживать сразу параллельно нескольких версий. Как это, ну, был ли опыт, может, есть какие-то… Спасибо за вопрос. Как я упоминал, изначально сейчас у нас, к сожалению, только наш один проект, то есть он ведущий, и мы в него забираем всегда последнюю версию наших библиотек, поэтому пока что не было проблемы с версионированием, потому что мы сами консталируем, какая версия в нашем package.json. Но в будущем я уверен, что это все можно решать подобной документацией в Redmi файле, и в случае, если, допустим, другие проекты будут располагаться в том же репозитории, тогда у них будет общий package.json, вообще проблем не будет. То есть один из вариантов решения этой проблемы – делать монорепозиторию. Спасибо. Еще вопросики, ребят. Привет. Я хотел спросить. Я не понял, сам код в NPM репозитории, как он в вашем хранится? В регистре артефакторя. То есть после того, как мы собираем нашу библиотеку, мы паблишим ее в локальный NPM регистр. То есть там локально все у вас установлено? Конечно. Еще есть вопросы? У меня есть маленький вопросик. Олег, как вы определяете моно либо маути-репозиторий для хранения? По сути это все зависит от задачи. Обычно довольно простая логика в случае, если проекты имеют какую-то общую логику, то есть они решают какую-то смежную задачу, и потенциально у них может быть огромное количество компонентов, которые мы не хотели бы шарить, например, через библиотеку, как я приводил пример. В этом случае вполне мы можем создавать один репозиторий и шарить файлы, как я показывал вначале, то есть просто через импорт. Получается вопрос тогда с версионностью становится, да, что нужно все подводить под один общий знаменатель, то есть сколько у конфиги у нас… Ну, у моно-репозиторий есть свои, конечно, плюсы и минусы. Это большая тема. Ну да. Возможно, мы как-нибудь выйдем на отдельную тему с этим вопросом. Ваши. Окей. Хорошо, ребят. Ну что, тогда поблагодарим Олега. Если что, ловите его на коридоре. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ